Всем привет! Ролики с определением твердости ножей я стараюсь делать максимально короткими, но сегодня сделаю исключение. При тестировании кухонных ножей я получил не те результаты, которые хотел и сейчас расскажу, что я хотел снять и почему задумка не удалась. Когда-то давно у меня появилась идея снять ролик о сравнении ножей Трамантина, который я считаю очень хорошим вариантом для кухни, с китайскими псевдоевропейскими ножами. Я имею ввиду всякие там Бергов и Виндзор и прочие цепторы, которые делаются в Китае, продаются в СНГ, а продавцы травят байки о том, что это элитные европейские фирмы, эталон качества, европейские вековые традиции, ну и прочая муть. Идея сформировалась, вывод, которому я в итоге подведу, был понятен. Я хотел показать, что честный бразильский бренд лучше, чем бренды-обманщики. Я продумал план обзора, прикинул, как лучше подвести к выводам, как лучше показать разницу, а вот как лучше показать, что один кухонный нож лучше другого. Упаковка, внешняя красота роли не играют. Рассказ о том, что нож удобно лежит в руке или легко режет, ну согласитесь, очень субъективный. Надо бы найти какой-то объективный и измеримый показатель, по которому можно ножи измерить и сравнить. Тогда зрителю будет очевидно, что нож А настолько-то попугаев лучше ножа Б. И тут как нельзя лучше подходит измерение твердости. Нагляднее некуда. У одного ножа, допустим, твердость 49 единиц, тут понятно, кака и пластилин. А вот у другого 59 единиц. О, это отличное качественное изделие. Но на самом деле это сильно упрощенный подход. Твердость далеко не единственный показатель для ножа и не всегда тверже значит лучше. Это как с мегапикселями у камер. Если у китайского ноунейм смартфона мегапикселей больше, чем у айфона, это еще не значит, что он снимает лучше. Но все производители так или иначе участвуют в гонке мегапикселей, потому что, ну, очень уж заманчиво. И просто написать в рекламе напротив камеры число побольше. Тем более, что потребители на это число ведутся. В общем, твердость не главная, но в сравнительном обзоре ее очень уж удобно использовать. Трамантины у меня есть свои, а по знакомым и друзьям я насобирал всякой китайщины, выдающей себя за Европу. К сожалению, ни у кого не нашлось цептера, хотя было бы интересно и его приложить. Внезапно нашлись ножи Икея, привезенные из России. Это тоже Китай, но честный, так что давайте не путать Икею со всякими цептерами и биргофами. Я предполагал, что трамантины покажут стабильную твердость в пределах заявленной, где-то ближе к 58. А китайцы покажут, какие попали результаты в основном в районе 50. И такие наглядные результаты будут хорошо сочетаться с рассуждениями о качестве. Идея сложилась, половина ролика была уже отснята, осталось только замерить твердость. И тут что-то пошло не так. 52,9 55,6 52,5 55,6 56,9 49,9 50 51,2 Вот так примерно 51,3 51,2 Вот так вот 49,3 49,5 И 6 54,1 51,5 51,6 50,5 56,9 47 48,4 48,5 В этих пределах 55 25 51,4, 51,5, 53,1, 53,2, 52,6, 49,5, 58, 57,9, 58 тут 57,5 55,3, 53,5, 57,3, 57,4, 51,2, 55,5, 54,2, 55 Давайте для удобства сведу результаты в таблицу. Во-первых, тромантины выдали результат ниже ожидаемого. В принципе, это где-то в пределах заявленного, но по нижней границе и даже ниже. Во-вторых, некоторые китайцы неожиданно продемонстрировали высокую твердость. В итоге моя первоначальная затея накрылась. Я попадаю в ту же ловушку, что и производители смартфонов и камер с их мегапикселями. Сначала использую твердость как критерий качества, а потом оказывается, что по этому показателю побеждают совсем не те участники, как мне хотелось бы. Можно было бы, конечно, показать только те результаты, которые меня устраивают, но это не честно. В итоге наполовину отснятый ролик отправился в корзину. Расчищая место на винчестере, я нашел эти замеры и решил все-таки их выложить. Думаю, стоит их прокомментировать и обсудить. Первое, что хотелось бы прокомментировать, это результаты тромантины. На первый взгляд, они могут показаться провальными. Вообще, если бы я выложил ролик с разоблачительным уклоном в духе тромантина отстой, стали у них пластилин, то, пожалуй, получил бы свою порцию дешевой популярности. Кучу лайков и комментариев на тему «А я всегда это знал» и что-то вроде «Молодец, так, их давай еще». Ну, любит у нас народ, когда производители ругают. Но я так делать не буду. Во-первых, мое мнение о тромантинах сложилось задолго до этого замера. Я ими каждый день режу продукты у себя дома, регулярно затачиваю тромантины своих друзей, и было бы глупо менять сложившееся мнение из-за того, что твердость вдруг оказалась не слишком высокой. Во-вторых, как я уже говорил, твердость – это далеко не все и даже не главное. Тем более для кухонного ножа. Тем более для европейского кухонного ножа, который правится мусатом. На практике тромантины держатся очень неплохо, и баланс между твердостью, ударной вязкостью и прочими показателями у них подобран очень удачно. В-третьих, интересны не только абсолютные значения, но и их стабильность. А вот тут тромантина действительно выделяется на фоне китайцев в лучшую сторону. Обратите внимание, что у тромантины в обеих линейках очень небольшой разброс результатов. А теперь посмотрите на разброс у китайцев в пределах одного бренда или линейки. То 49, то 58. Глаз сразу цепляется за лучшие результаты, но я предпочту стабильно средние вместо то пусто, то густо. Это показатель отлаженности производства и стабильности качества. Так что я бы сказал, что тромантина как раз продемонстрировала свое превосходство над китайцами, но отдельные высокие показатели китайцев могут создать обманчивое впечатление обратного. Что еще тут интересного? Довольно неплохо показали себя ножи Икеа. Мне вообще импонирует честная маркетинговая политика этой компании, поэтому я хотел, чтобы они не подвели. Ну, правда, дизайнеру, который проектировал рукояти этих ножей, надо бы руки оторвать. Также неплохо выступили ножи Виндзор. Мне хотелось, чтобы у них результат был наглядно плохим, но надо быть объективным. Далее. Ножи Рондель. Ну, вообще они очень противоречивы. Это классические ряженые, то есть китайцы, которые бессовестно косят под Европу. По этой причине они вызывают у меня отторжение. Но в то же время их ножи из стали 1.4116 продемонстрировали высокую твердость, и это приходится признать. К тому же я уже как-то давно делал про них обзор и говорил, что при всей своей безродности сделаны они для своей цены весьма хорошо. Замер твердости подтвердил впечатление. Правда, другая линейка у них показала плохенькие результаты, так что бренд в целом не очень стабилен. Ножи Нероста – это вроде бы чистый Китай, то есть они не пытаются прикидываться европейцами. Это хорошо. Результаты средние и, пожалуй, в целом нормальные. Ну а настоящий антигерой сегодняшнего ролика – это Марко Бергов. Вот тут моя изначальная задумка воплотилась на 100%. Если из псевдоевропейцев оставить бы только Бергов, то сравнение с тромантинами получилось бы очень красивым и наглядным. У Бергова твердость и низкая в целом и нестабильная. При том, что сталь на всех замеренных ножах одна и та же, твердость скачет от 47 до 55 единиц. А в наших краях этот самый Бергов весьма популярен и среди домохозяек зачастую ассоциируется с высоким качеством и чуть ли не эталоном. Я вот сейчас думаю, а может сделать короткий холиварный ролик Бергов против тромантины. В таком формате сравнения двух брендов все получится честно и объективно. Как думаете, стоит ли? Ладно, ролик затянулся, пора заканчивать. Дальше такого рода ролики снова буду делать максимально коротко. Для тех, кто перематывает на конец, выскажу свое мнение. У тромантины не самая высокая твердость, но это отличные ножи с просто замечательным соотношением цена-качество. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч.